Сегодняшний обзор оперативного совещания в правительстве, которое традиционно прошло в минувший понедельник, будет коротким, но интересным. Несмотря на то, что совещание это было чрезвычайно на редкость недлинным по времени, всего 50 минут, в нем было парочка очень интересных докладов, которые нужно, на мой взгляд, разобрать детально. Совещание началось с достаточно продолжительного опоздания Хабирова, в этот раз его ждали 10 минут, и учитывая общий тайминг совещания, это, конечно, еще больше сократило процесс. И вступление самого Хабирова в начале, перед началом доклада и началом обсуждения повестки, тоже было коротким и весьма абстрактным. Хабиров сообщил, что на прошедшей неделе было много событий, много гостей, но на этом останавливаться он не будет, потому что все и так все знают. Вот это достаточно глубокомысленное, на мой взгляд, даже философское заявление может начисто вообще отменить все оперативки, потому что действительно и так все все знают. Далее Хабиров мельком попросил администрации города Уфы из Тельтамака поливать асфальт водой, чтобы его на жаре не раздавило автомобилями, и перешли к повестке дня. Традиционно в этот раз начали с общего вопроса об оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Доклад был стандартный, за исключением одной детали, которую мы обсудим обязательно. Вначале господин Беляев традиционно кратко сообщил о том, что в Багдаде все спокойно, значительных аварий в ЖКХ он не допустил, отключения идут по плану. А оживотворяющее совещание в городе Караидель все-таки состоялось и, видимо, нанесло непоправимую пользу всему ЖКХ Республики Башкортостан. После Беляева традиционный блок Государственного комитета по транспорту и дорожному строительству. И вот здесь выступал уже вторую неделю подряд господин Сулейманов Альберт Мухамедович. Изначально он числился замом Мухамедьянова, но теперь в титрах было исполняющее обязанности руководителя председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному строительству. Я, честно говоря, увидев этот титр, вздрогнул. Подумал, что неужели мы незаметно потеряли Тимура Рафисовича, звезду наших оперативок и вообще человека незаменимого, на мой взгляд, в этой труппе. Ну, не знаю, вообще официальных сообщений об отстранении, увольнении, либо отставке господина Мухамедьянова нигде не было замечено. Я даже прервал просмотр оперативки и начал искать эти сообщения и не нашел их. Ну, в общем, господин Сулейманов, по-моему, больше подходит для оперативок, по крайней мере, ради Фаритовича. Потому что, например, господин Сулейманов умеет преподносить возрастание количества погибших в ДТП как спад этой статистики. То есть Альберт Мухамедович нащупал ту статистическую возможность, которую можно использовать для того, чтобы преподносить проблемы как победы. Он предпринял такой интересный математический фокус, сообщив, что на прошлой неделе в ДТП в Башкирии погибло 8 человек, и это на 5 меньше, чем за соответствующую неделю прошлого года. Господин Сулейманов не стал говорить о том, что в целом статистически смертность на дорогах в Башкирии растет, и в том числе в валовом отношении прошлого года. Потому что можно взять действительно какую-то удачную-неудачную неделю, соотносить их и показывать, что это идет снижение. На самом деле, конечно, это не так. Напомню, что показатель смертности на дорогах очень важен для Хабирова. И он говорил о том, что именно по этому показателю он отчитывается лично перед Путиным. Напомню, что прошлый год показатель смертности был 550 человек в год. И в этом году мы уже удельно за те же, скажем, 7 месяцев, прошедших в прошлом году и прошедших в этом году, превышаем показатели прошлогодних. Господин Сулейманов сумел порадовать дорогого Радио Фаритовича, чуть-чуть передернув цифры. Ну и в конце этого доклада, который состоит обычно из трех частей, выступал традиционно Фарит Рифович Гумеров, сообщив нам достаточно печальные цифры о том, что 5 человек сгорело в пожарах за прошедшую неделю, 2 человека выпали насмерть из окон, 1 человек был убит молнией и 13 человек утонуло в водоемах. Хабиров был абсолютно невозмутим, никоим образом не среагировал вообще в целом на этот доклад и перешли к следующему вопросу повестки. Следующим вопросом повестки дня был вопрос о ходе строительства и реконструкции общеобразовательных учреждений, докладывал господин Ахмадулин, руководитель комитета по строительству и архитектуре. В целом, конечно, вообще вся вот эта оперативка характеризовалась тем, что Хабиров практически все время молчал, он никого не поправлял, он практически не задавал никаких дополнительных вопросов. За редким-редким исключением. Он вообще никого не критиковал, не переспрашивал, не уточнял ничего. То есть Хабиров был сам не свой, прямо скажем, совершенно безразличным был каким-то моментом. Вот предыдущий доклад это очень иллюстрировал, потому что Гумиров в конце рассказал какие-то совершенно страшные вещи, какую-то сводку с поля боя, а Хабиров так спокойно среагировал, ну давайте дальше. Так вот, Ахмадулин рассказывал о ходе строительства школ. Собственно, вопрос этот возник якобы в контексте того, что нужно там вот уже скоро готовиться к первому сентября и как у нас там идут дела. Ну, в целом, доклад был достаточно абстрактный. Ахмадулин перечислил количество реконструируемых и заново возводимых школ. Я так понимаю, что их соотношение абсолютно неравное и в пользу естественно реконструируемых объектов. Также Ахмадулин сообщил, что на двух объектах есть проблемы со строительством. Это в Бакалах и в Тоймазах. Проблемы, в общем-то, понятные и классические. Подрядчики не успевают по срокам. Подрядчики чего-то там построили не так в Тоймазах, там, значит, совсем все плохо с фундаментом и теперь там нужно все перестраивать. Но вроде как не мы виноваты, а кто-то там раньше наши предшественники и так далее. Хабиров достаточно вяло среагировал на даже вот эту вот неприятную новость. То есть он как-то там так главам администрации Тоймазов, например, сказал, чтобы там, ну, раскидайте там детей по другим школам, раскидайте, раскидаем. Ну, как-то так вот очень мягонько так. Я не буду вас там чего-то учить, вы там все сами сделаете. Ну, на этом вопрос был закрыт. Третьим вопросом оперативки был, на мой взгляд, главнейший вопрос. Ну, и важнейший, по крайней мере, в ряду вот этих абсолютно бесцветных, безликих и достаточно неинтересных вопросов, которыми изобиловала прошедшая оперативка. А именно третьим шел доклад господина Забелина с таким очень длинным, но весьма замысловатым названием. О совершенствовании маршрутизации пациентов в медицинских учреждениях для выравнивания их потоков и сокращения времени ожидания к специалистам. Переводя на русский язык с медицинского, наверное, можно было бы сформулировать так. О том, как нам сделать такую штуку, чтобы люди, придя в поликлинику, не сидели 3-4-5 часов в ожидании специалиста или вообще попадали на прием к врачу. Ну, во-первых, в строках Максим Васильевич выделил 4 основные проблемы, которые существуют у него в хозяйстве. Это невозможность записаться к врачу, прямо скажем, фундаментальная проблема. То есть невозможность, это абсолютно безнадежная на самом деле ситуация. Невозможность, это когда нет врача в учебном заведении, а такого у нас происходит все чаще и чаще. Вторая причина – ожидание без записи 2-3 часа. Ну, прямо скажем, по отзывам людей, это абсолютно не уникальная ситуация для наших поликлиник и больниц. Третий пункт – это нет специалиста или оборудования. Четвертый пункт – условий никаких тесно. Так сформулировал этот четвертый пункт Забелин. Видимо, это Прочаковская ему так транслировала. Так вот, с этими четырьмя весьма суровыми и в половине случаев непроходимыми проблемами господин Забелин собирается бороться вовсе не тем, что он, например, добавит специалистов в поликлиники и больницы. Вовсе не тем, что он собирается оснастить техникой все эти лечебные и учебные заведения, а в основном тем, что он изменит маршрутизацию, логистику и совершит оптимизацию этих учреждений. Господин Забелин собирается или уже создал на базе ведомственного центра повышения квалификации среднего медицинского персонала некую фабрику процессов. То есть вместо того, чтобы оперативно доучивать и переучивать средний медицинский персонал, напомню, что врач и хорошие медсестры, и особенно медсестры из хирургии, они вообще-то учатся всю жизнь. То есть медицина не стоит на месте, и хороший врач, хорошая операционная сестра всегда дополняют свои знания, навыки на всевозможных курсах и так далее. В том числе на этом центре повышения квалификации для среднего медперсонала и для врачей. Так вот, господин Забелин эти заведения превращает в некие фабрики процессов. На мой взгляд, Забелин в очередной раз подтверждает совершенно катастрофический дефицит кадров в его отрасли. Ну и так как все остается по-старому, и врачей найти ему негде, ну, фактически, выражаясь таким русским народным языком, в планах господина Забелина драть три шкуры с одного врача, то есть в любом случае увеличить нагрузку на врачей, чтобы во что бы то ни стало обеспечить, условно говоря, оказание вот этих медицинских услуг и поставить галочку приема пациентов. Но на самом деле это невозможно, потому что врач, как и учитель, как и, наверное, там, артист, это не железный трактор, на него нельзя навесить вдвое-втрое возрастающую нагрузку без ущерба качеству обслуживания клиентов, оказания помощи пациентам. Дело в том, что у врача, в общем-то, в большей степени умственная работа, чем физическая, как ни странно, хотя врачи много руками работают, и дать врачу все меньше и меньше времени на осознание и понимание диагностики пациента, понимание, там, течения заболевания и вырабатывания методов лечения, это значит обречь на увеличение количества этих врачебных ошибок. Но господин Забелин идет путем, как бы, того, что ничего, дескать, добавим в полтора-два раза нагрузочку увеличим, чуть-чуть добавим зарплату, и все будет хорошо, на самом деле, конечно, это путь в никуда. В общем, в этот раз господину Забелину одной бойкости доклада совершенно не хватило для того, чтобы выдать продолжающийся упадок в отрасли за успехи, и Забелин перешел к сеансу саморазоблачения. Несмотря на то, что он бесконечно в своем докладе упоминал и как-то путанно говорил о животворящей оптимизации, о чудотворной маршрутизации, сам же Забелин в конечном итоге констатировал в статистике, что у него идет упадок вот этих процессов. Как и в прошлый раз, когда Забелин говорил о скорой помощи и сообщил, что за последние полгода у него снижение численности врачебного персонала случилось на 2%, что говорит о продолжающемся кризисе в отрасли. В этот раз Забелин сообщил, что с мая по июль у него снизилась показатель приема без ожидания у врача. За два месяца падение произошло в среднем от 1,2% до 2,6%, в зависимости от вида врача, то есть врача общей практики, либо терапевта или педиатра. То есть, ну, казалось бы, 2,6% это немного, но это всего лишь за два месяца. То есть в среднем этот показатель, если так считать на год, у него выйдет где-то в районе 13%, а это очень много. То есть количество времени, проводимого в медицинских учреждениях, даже когда врач там есть, у пациента возрастает, на самом деле, по словам самого же господина Забелина. А вот, например, такой показатель, как врач-врач, запись врач-врач. То есть я так понимаю, это речь идет о том, что когда приходит человек в поликлинику, а специалиста там вообще нет, и какой-то врач записывает его к другому врачу в другое медучреждение. Так вот, этот процесс занимает вообще 14 дней. То есть почему-то Забелин очень этим гордится, но человек, придя в медицинское учреждение и востребовав какую-то медицинскую помощь, иногда он вынужден будет ждать 14 дней. Честно говоря, меня Бог миловал от частых контактов с государственной медициной. Скажем так, я вообще в последнее время не особенно ей пользуюсь. Однако те, ну, свидетельства, которые есть в моей среде, они, конечно, не в пользу господина Забелина. Много раз я слышал о том, что конкретных специалистов, например, окулистов, просто нет в поликлинике. А уж не говоря о каких-то более сложных, узкоспециализированных врачах, и это УФА, и не говоря уже о, как бы, ну, сельской местности или какой-то еще периферии. Но, в целом, конечно, сам Забелин, в общем-то, избавил меня от поиска свидетельств вот этого безобразия, потому что дальше произошел некий диалог, которых было немного на прошедшей оперативке. Хабиров задал Забелину несколько вопросов. Не так давно он, Хабиров, проехал по северу республики Башкортостан, и везде, где он был, где возникали, как он говорил, стихийные диалоги, ну, понятное дело, заготовленные диалоги, они же совершенно другие. Так вот, в этих стихийных диалогах всегда звучала проблема нехватки врачей. Забелин среагировал мгновенно. Он сообщил, что в Нефтекамске, значит, и в регионе вокруг Нефтекамска, речь идет об Амзе, видимо, значит, прилегающих каких-то еще районах, будут выездные приемы один раз в две недели из Нефтекамска. То есть, бодренько так, значит, Забелин доложил. Тут возникает вопрос. Дорогой Максим Васильевич, у вас что, в Нефтекамске избыток врачей? У вас что, в Нефтекамске недостаток пациентов? То есть, господин Забелин легко забирает у жителей Нефтекамска 12% времени их врачей и отдает в район. Это уж я даже не высчитываю здесь, скажем, дорогу, вот эти расходы на дорогу, время на дорогу, врачи же не перемещаются на вертолетах, им же все еще не купили вертолет, они будут ездить там по ухабам на УАЗиках, там на этих горбатых и так далее. Ну, как минимум 12% времени, которое врачи проводят в Нефтекамске, они будут отдавать соседним районам. Потом, дорогой Максим Васильевич, а вы спросили врачей Нефтекамских, они хотят ездить по соседним районам, они готовы это делать? Или у вас как в этом, в спецподразделении, значит, МВД команду дали, помчались, да? Ну, то есть, как-то немножко так, по-феодальному получается, раз и распорядился. Вот эта вот находка на вскидку, конечно, ну, прямо скажем, новая технология на этой оперативке. То есть, Забилин сразу же махом дал сходу ответ Хабирову, на который, в общем-то, ну, ответить нечего. Встречно, хотя можно было бы задать вот эти вопросы. На самом деле, это не выход из ситуации. Увеличивать нагрузку на врачей не значит улучшить медицинское обслуживание ни в регионах, ни в столице Республики Башкортостан. У меня вызывает сомнение, что эта практика будет, как бы, расширена на все лечебные учреждения Республики Башкортостан. И особенно мне вызывает сомнение, что господин Забилин скомандует сейчас врачам и медперсоналу, например, РКБ-2, чтобы они, значит, два раза в месяц выезжали в какой-нибудь Баймакский район или, не дай бог, Бурзянский, и делали там выездные осмотры и помощь. И сами по себе выездные вот эти вот сессии врачей вызывают большие вопросы. Недаром медицинский процесс организован так, чтобы врач должен иметь оборудование, всевозможную оснастку, дополнительный персонал для качественного, полноценного осмотра. А господин Забилин переходит к какой-то вообще военно-полевой, значит, медицине, когда там выехали на убитом УАЗике, осмотрели там на месте бабушку, дали ей аспирин и уехали. Это никуда не годится, это не медицина на самом деле. Четвертым вопросом оперативки был самый скучный вопрос на этой неделе. О ходе реализации проекта «Производительность труда и поддержки занятости». Докладчиком, по-моему, впервые вообще была исполняющая обязанности министра экономического развития Мазитова Лилия Марсовна. Она нам поведала о том, что Башкортостан входит в число семи пилотных регионов, в котором реализуется вот этот вот фантастический национальный проект о производительности труда и поддержки занятости. Она сообщила нам, что для реализации этого проекта в Башкирии создан центр компетенции в сфере производительности труда. Ну и так далее, и так далее. Некие цифровые данные о том, что Лилия Марсовна взяла на себя повышенные обязательства, превысив почти в полтора раза требуемые параметры нацпроекта. Не знаю, правда, удастся ли ей эти повышенные обязательства выполнить. Она сообщила, что уже 28 предприятий она вовлекла в реализацию этого проекта. Прямо скажем, весьма скромная цифра для достаточно большого региона, такого как Башкортостан. Но мне бросилась в глаза одна вещь. Вообще вот эти все национальные проекты, как известно, недавно Путин подводил итоги, по крайней мере промежуточные итоги этого вообще явления, эти нацпроекты за истекший год, то есть год уже прошел с момента их основного запуска, прямо скажем так провалились. Потому что среднее исполнение по стране национальных проектов там колебется от 1 до 2,5%, тогда как вообще-то должно быть что-то около 15% в год исполнения планов. И вообще вот эти вот животворящие национальные проекты, которые как золотые купола, надеты на все основные сферы экономики и жизнедеятельности страны, они, конечно, все меньше и меньше уже сияют. И вот настолько абстрактный проект, как повышение производительности труда и повышение занятости, сохранение занятости, это, конечно, совершенно ни о чем не говорящая история. И вот почему. Дело в том, что в мире вообще-то подходы и методики к увеличению производительности труда давно уже и основательно изучены. Ну, наверное, не надо рассказывать о том, что существуют некие технологические и экономически успешные страны, в которых производительность труда существенно выше, чем Россия. Я имею в виду, конечно, ряд европейских стран, и, собственно, азиатских тоже, это и Япония, и Филиппины, и Малайзия, и так далее. И здесь, на самом деле, открывать Америку не надо. Не надо тратить огромные деньги. И вот этот доклад нашего министра экономического развития, в общем-то, сводился не к тому, как они повышают производительность труда, а к тому, как они осваивают сумму, выделенную для Башкортостана. Вот эти вот 112,5 миллионов рублей, они успешно освоят. И, конечно же, они потом успешно, а как же иначе, отчитаются о том, что при помощи 112 миллионов рублей они повысили производительность на каких-то предприятиях. Вот хорошо было бы, конечно, сравнить экономический эффект и доказать прямую причинно-следственную связь между, скажем, этими результатами и вот этими вложениями 112,5 миллионов рублей. Что сделать, конечно, весьма сложно. Потому что, как известно, экономика – это вторая по лживости наука после философии. Соответственно, манипулируя вот этими цифрами и показателями, можно доказать все, что угодно. Но еще раз повторюсь, что на самом деле, конечно, вот этот доклад носил форму отчета об истраченных деньгах, а вовсе не форму отчета о проделанной работе. Пятым вопросом оперативки был вопрос, в котором главным был не доклад, а докладчик. Пятый вопрос звучал следующим образом. О развитии индустриальных парков на территории Республики Башкортостан. Прямо скажем, избитая тема, много лет подряд ее обсуждали, но в этот раз докладчиком выступал никто иной, как Гильманов Фарид Фарахович. Тот самый знаменитый мэр города Салавата, тот самый заслуженный племянник Амарата Магадеева, человек-легенда, о котором рассказывали всякие небылицы в Салавате, например, что у него позолоченные краны сантехники, всякие чудеса о его предприимчивости и всевозможных делах. Много историй про господина Гильманова. Город Салават, конечно, с облегчением вздохнул после того, как Гильманова сняли с должности мэра этого города и неожиданно забрали в правительство Республики Башкортостан. Я не знаю, был ли это какой-то такой договорной матч, что Гильманова оставляют замен на тихое, спокойное исчезновение Магадеева. Может быть, еще какие-то факторы сыграли. Но я констатирую тот факт, что в правительстве у Хабирова уже начинает собираться целая коллекция мэров, у которых высокопоставленные родственники, мэров, которых со слезами на глазах, со слезами счастья провожали из их городов и вовсе не ждут обратно, мэров, за которыми тянется весьма сомнительная цепочка событий и фактов, которые в любой момент могут превращаться в уголовные преследования и всякие прочие претензии правоохранительных органов. В общем, конечно, Гильманов был совершенно редкостной находкой. И вот этот герой, чудо-мэр, а в прошлом, напомню, пожарник, сделал феерический доклад на тему развития индустриальных парков в Республике Башкортостан. Господин Гильманов сообщил нам совершенно фантастическую вещь, что по поручению дорогого Радио Фаритовича ведомство героическим образом провело ревизию этих вот самых индустриальных парков в Республике Башкортостан, выявило 11 индустриальных парков в Республике, из которых 5 оказались неработающими. Вот это величайшее открытие, которое сделано Министерством промышленности, легло в основу вообще доклада господина Гильманова. После этого он стал осыпать все вот эти 5 неработающих индустриальных парков и с конечным потоком цифр каких-то данных, предполагаемых процессов и так далее. Вообще любой разговор об индустриальных парках в России и в Башкирии, в частности, всегда сводится к неким новостям будущего. Никогда не слышал я, чтобы сказали, что вот в индустриальном парке завели 287 резидентов, они дают экономический эффект 1,5 миллиарда, мы дали им льготы на полмиллиарда, а еще 2 миллиарда будет и так далее. Нет, все в основном сводится к тому, что «а, наверное, вот если сделать то, то получится вот это». В частности, вот это «а, наверное», еще более узким образом сводится «а дайте-ка нам земельку, а мы тогда там сразу и чудо построим». На самом деле, конечно, на момент выделения земельки обычно эти процессы заканчиваются, индустриальный парк не получается, зато получается какое-нибудь жилье, типа как в Иглино. В общем, конечно, прямо скажем, было совсем неинтересно, но была интересная ремарка в конце. Вот выслушав всю вот эту вот совершенно бессмысленную кашу, которую, значит, господин Гельманов выдавал за доклад, Хабиров ему очень благословно сказал, «Знаете, за несколько месяцев, я цитирую Хабирова, мы прошли небольшой эволюционный путь. Мы стали относиться к промышленным паркам, как к драйверам экономики. Ощущается неформальный подход. Вцепитесь в эту тему», – повелел он господину Гельманову. «Мы учимся». И три успешные заявки – это уже хорошо. Три успешные заявки – это кусочек доклада Гельманова, где он сообщил, что они поехали в Москву, подали какие-то заявки и их признали там успешными. Вообще, вот эти, конечно, новости будущего очень характерны, все более характерны для информационного поля Хабирова. Вот я процитирую, значит, последние сообщения Башинформа, они выстраиваются примерно так. Внимание к фразеологии. «Башкирия может получить», и дальше идет цифра, 700 миллиардов, 100 миллиардов, 200 миллиардов. Вот это сослагательное наклонение в новостях, оно было очень свойственно Хамитову. Помните, сколько новостей будущего нам выдал Рустам Закеевич? Здесь будет завод светодиодов, тут будет завод того, сего. На самом деле, вот эта история с промышленными индустриальными парками лежит в руинах. На самом деле, ситуация была и продолжает выстраиваться абсолютно порочным образом. Господин Гельманов разбирается в вот этих инновациях, в стартапах и в прочих вещах примерно так же, как я разбираюсь в балете, а значит, никак. Соответственно, он не понимает, что индустриальный парк – это не просто огороженная забором территория, на которую можно нагнать какие-нибудь предприятия и дать им какие-нибудь льготы, чтобы потом они показали успех экономических показателей. Нет. На самом деле, промышленные индустриальные парки – это дополнительная, более глубокая, например, переработка сырья. То есть, если бы к Салаватнефтьорксинтезу какому-нибудь еще крупному производителю многотоннажного сырья были подшиты предприятия, которые производят более глубокую и более дорогую переработку сырья, пускай это будут малотоннажные или даже уникальные серийные производства, вот это и есть технопарк, это и есть промышленный индустриальный парк, вот это и есть мультипликация экономических результатов крупных предприятий. А вовсе не то, как представляет себе немножко так по-колхозному господин Гельманов, это такой загончик, куда мы нагоняем туда баранчиков, и вот они там растут, мы их лучше кормим, и они потом нам дадут больше шерсти. Нет. Считайте, например, успешным технопарком или индустриальным парком завод «Кроношпан»? Разве можно? А они его статистически считают работающим и успешным. И это у них почему-то индустриальный парк. Хотя это просто австрийский завод, стоящий в чистом поле, дымящий, чадящий вокруг себя, и вообще-то технологически даже еще официально не запущенный. Опять на это на все закрыли глаза. При Хамитове, значит, много лет подряд неоткрытое предприятие работало, приносило прибыль собственникам, да еще и клеило туда марки о производстве своей продукции в другом регионе. И сейчас продолжается это все. А господин Гельманов это все считает успешным индустриальным парком. Вот на самом деле что происходит. Вовсе никакого вот этого вот эволюционного пути, дорогой Радий Фаритович, не было пройдено. Ну, в общем, на этом деле завершили обсуждение индустриальных парков, и господин Гельманов, выдохнув в воздух, отправился обратно на свое место. Напоследок обсуждения темы индустриальных парков Хабиров обратился к Сарбаеву и повелел ему забрать под свою корпорацию парки Нефаза и Агидели. Как выразился Хабиров, это ваша зона ответственности, и там надо энергию добавить. Ну, не знаю, как устроена судьба, и сейчас там как идут дела в этом индустриальном парке на Нефазе. Не думаю, что собственники Нефаза, наши братья-татары, позволят там что-то делать без собственного ведома и вообще как-то там, значит, что-то делать не себе на пользу. А уж Агидели это еще тот, конечно, технопарк. Вот, значит, будем с интересом наблюдать, как господин Сарбаев добавит туда энергию. Завершил оперативку Хабиров тоже нетипично. Обычно он все-таки какое-то такое пространное лаверды делает, иногда вообще не относящиеся к тематике оперативки, то есть какую-то заготовленную историю рассказывает или какие-то там вопросы такие наболевшие. В этот раз он вообще сделал просто объявление. Дословно цитирую. «Дайте людям отдохнуть, пусть сотрудники министерства отдохнут в летнее время. Никуда особенно ездить не надо, пусть в наших санаториях отдохнут», сказал Хабиров. Ну и, собственно, все на этом разошлись. Ну, такая характерная история. То есть я не понимаю, почему этот технический, в общем-то, ну, не его вопрос вдруг попал в уста руководителя республики. Может быть, там уж совсем никого в отпуск не отпускают, может, там уже изнемогают несчастные сотрудники министерств в летнюю жару, и Хабиров тут решил им дать послабление. Не знаю, в чем причина. Ну, в общем, вот так вот это было. В отличие от Хабирова, у меня появилась Элла Верды к этой оперативке. И вот какая неожиданная мысль меня постигла, пока я слушал этого, ну, в целом, конечно, одной из самых скучных оперативок. Меня постигла неожиданная мысль, что почти все министры, почти все выступающие на этих оперативках люди используют практически одинаковую фразеологию. Вообще, с точки зрения статистики и с точки зрения логики такого быть не может. Все они люди разные, тем более понаехавшие из совершенно разных, значит, регионов даже Российской Федерации. И, в общем-то, сходства в выражениях и в говоре у них не должно быть. Но, тем не менее, вот эта фраза в соответствии с вашим поручением Радий Фаритович, и дальше идет что-нибудь про медицину, про промышленность, про сельское хозяйство. Она используется абсолютно всеми. Вот это вот туркменское подобострастие, которое, в общем-то, благосклонно воспринимается Хабировым, вот эти лишние слова в докладах, они есть у всех. То есть, я не знаю, может быть вышла какая-то методичка в правительстве, где написано, что все успешные процессы должны предваряться вот этой фразой в соответствии с вашим поручением Радий Фаритович. Складывается такое впечатление, что без поручения Радия Фаритовича не происходит в республике совсем ничего. То есть, конечно, это такой некий психологический натив. Когда это звучит постоянно, то у слушателей, у зрителей, у народа возникает ощущение, что дорогой Радий Фаритович без конца занимается только тем, что раздает поручения, а его замечательные подчиненные тут же их исполняют. То есть, вот эта связочка, она очень важна для того, чтобы посеять в сознании людей эффективность, деятельность, такую неутомимость дорогого Радия Фаритовича. Достаточно вставить вот эту фразу к процессу, который и так бы произошел. Например, сегодня, вернее, в прошедшую оперативку господин Гельманов вставил эту фразу в конструкцию, где он упоминал, что они произвели вот эту инвентаризацию 11 индустриальных парков. А что, если бы Радий Фаритович не дал поручения, все бы министерство так и не знало, что у них половина индустриальных парков не работает. Причем это выражение используется везде. Как только Забелин, например, собирается сообщить о покупке какого-нибудь, внимание, рентгенаппарата, то есть вообще о таком достижении надо бы помалкивать вообще, эта техника, так скажем, прямо 19 века. Так вот, господин Забелин вставляет эту волшебную фразу в соответствии с вашим поручением, Радий Фаритович. Хотя аппарат профинансирован, например, из федерального бюджета, аппарат и так по плану должен был быть куплен, но в соответствии с вашим поручением, дорогой Радий Фаритович. Вот такое наблюдение ко мне пришло. Это туркменское подобострастие, наверное, все-таки некая технологическая уловка. Я думаю, что Хабиров не такой, не в том смысле, что он там менее падок налезть. Видно по нему, как ему приятно вот это величие, очень приятное ему вот это вот возвышение. Но я думаю, что он не настолько уж примитивный человек, чтобы упиваться вот этим вот туркменским подобострастием. Ввиду того, что вокруг нашего канала происходит, ну, чрезвычайно бурные события, я себе позволю сегодня в этом выпуске поговорить не только об оперативке, но и о нашем канале. напомню, что продолжается процесс подготовки к суду с Башспиртом. Башспирт хочет получить с нас миллион рублей за то, что мы нелестно отозвались о менеджменте, который даже документально, в общем-то, улечен в нарушениях в несколько миллиардов рублей. Также мы продолжаем ожидать иска от госпожи Гайсиной, о котором она сообщила, что она хочет с нас получить 2 миллиона рублей за невыносимый моральный ущерб, который мы нанесли. В общем, все эти процессы идут. Я очень благодарен в очередной раз, повторюсь, всем тем, кто нам помогает, кто нас поддерживает, кто нам присылает, например, документы по Башспирту, вот по бесчисленным каким-то сомнительным событиям в области закупок у Башспирта. Я уже каждый день получаю несколько писем на эту тему. Очень интересные факты про схему охраны Башспирта, про охранные предприятия, про связи, например, этих владельцев охранных предприятий непосредственно с нынешним руководством Башспирта и так далее. Это массив информации по Башспирту возрастает каждым днем. Я очень рад тому, что люди отозвались, присылают эту информацию. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает нас финансово. Действительно, затраты на адвокатов сейчас очень велики. И я очень благодарен тем, кто перечисляет любые суммы в помощь нашему каналу. И вы можете это делать дальше. Отдельное вам спасибо за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!